Родственники влияют на нашу судьбу, потому что они являются нашей судьбой. И судьба бывает разная. Когда человек один, он предоставлен когда саму себе, это время учёбы. Человек должен сам из себя извлекать уроки, чтобы потом было легче жить. Вот девушка одна, она должна учиться силамудрию, заботе о других. Для чего? Для того, чтобы хорошего мужа получить, хорошие дети, чтобы достались. Поэтому, когда человек один, он должен копить себе хорошую судьбу, для того, чтобы потом нормально жить в семье. А люди, когда один, чем человек занимается? Гуляет! Чего он копит себе? Ой, копит. Чего он гуляет? Спит себе, верно, копит. Ещё что-нибудь? Да. Самое лучшее лекарство от спит, как вы знаете, да? Спи один. То есть нельзя, как бы, заниматься развалкой. Вот и лекарство самое лучшее. Бог будет наказывать за это всё. Дальше семейный упад пошёл. Всё, тяжело жить. В это время люди не должны зацикливаться на вот этом тяжелом. Не надо думать, что в это время надо только работать и работать, и как бы вытаскивать себя из... Надо привыкать. Вот, допустим, вот вы создали семью, и в это время жажда возникает. Больше жилья, больше возможностей, больше денег. Жажда возникает в семье такая. Её надо сначала победить. Победить не означает взять ключи. Олег Иначе, мы победили, жажда. Ипотеку взяли. Будет ещё хуже. Это же рабство. Ипотека — это рабство. Счастья в рабстве не бывает. Вот представьте, вам говорят, давайте мы вас в рабство возьмём, и там создадим райские условия жизни. В рабстве рая не бывает. Человек, ипотеку вошёл, это рабство. То есть он будет зависеть всё время в своей жизни. От кого он зависит? От тех, кто его душит. Это рабство. Не бывает счастья. Есть другой выход. Надо привыкнуть, что не так много жил в площади. Привыкнуть к этому. Принять. Это возможно принять. И тогда наступает счастье сразу. Не значит, что больше вы думаете о, значит, никогда у них будет больше. Нет. Если вы примете, будет больше. Потому что, когда человек принимает, он трезвеет. У него успокаивается разум. Он измеряет свои усилия. Он не только работает, так же развивается. Когда человек развивается, он меняется положение в обществе. Когда меняется положение в обществе, меняется заработок. Больше денег становится. Это всё такой процесс. Когда человек зашибается, он постоянно занят. Он боится, что у него мало, у него чего-то не хватает. В это время рушится семья. Он не замечает. Вы думаете, а мы будем больше работать, и у нас все будет хорошо. Нет, наоборот, вы уставать будете, ругаться из-за этого, вам жизнь станет тяжелой, на детей не будете времени, на себя, на отдых, на деду, ни на что не будет хватать. Вы устанете, замучаетесь в такой жизни, переругаетесь и разбежитесь. Неправильная жизнь означает, семья возникла, начинаете служить людям. Начинайте всех кормить, заботиться обо всех, всех любить начинайте. Для чего это надо? Для того, чтобы у вас будет повышаться статус в обществе. Когда люди начинают в семейной жизни создавать отношения, всех любить, через эти отношения они получат себе работу, через эти отношения придет защита, когда трудный период жизни наступит, когда какая-то беда, эти люди спасут ваши друзья вас. Вот чем надо заниматься в семейной жизни. А если человек сильно этим занимается, его старшие начинают уважать, сразу немедленно повышается положение в обществе. Повышается положение в обществе, сразу и так надо много работать, чтобы иметь возможность жить. Нормально. А если еще человек Богу служит в семье, то есть он для Бога носит, то он получает взамен от Бога что? Вот я к Богу прихожу, просто копеечку, да, взамен. Что взамен от Бога скажет? Ничего. Ну-ну-ну, давайте. Любовь. 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 Любовь, да. Любовь так Богу, у нас так любовь дает. Нет. Ну, мой хороший, вы не знаете, что взамен, не знаете. Новые испытания. А? Новые испытания. Нет, моя хорошая, я не шутю сейчас, это не шутка. Видите, вы даже не знаете, что взамен, вы не знаете, что взамен, поэтому не идете туда в храм, не жертву, потому что вы не знаете. Спокойство. Ну, милость, ладно, это близко. В чем милость? Это не гадать, а знать означает. Нет. Знание. Потому что, когда человек Богу что-то дает, приходит в храм, он в результате с кем начинает общаться там? Со старшими начинает общаться, с теми людьми, которые просветлены. И в результате они открывают ему глаза на жизнь настоящую, глубокую. Вот что Бог дает взамен на наше пожертвование. Он дает нам знание, как правильно жить. Через старших знание приходит. Знание не приходит, просто так. Потому что я в школе поучился, в институте. Должны быть старшие рядом, старшие духовно. Понимаете, есть материальное знание, которое мы изучаем в институтах. Есть нравственное знание, в институтах не изучаем. А есть духовное еще знание. Духовное знание идет из нравственного. Если человек не соприкоснулся с духовным знанием, он также совесть никогда не получит. Нудачное знание означает жизнь по совести. То есть, если человек не служит Богу, ничего для него не делает, он не получает контакт со старшими. Как это возможно? Как вы себе это представляете? Вы ничего не хотите делать для старших. Как вы их увидите? Как вы их распознаете? Вы их можете распознать через добрые глаза, через добрые слова, которые просветляют вашу жизнь. Как еще по-другому их узнать старших? Вы скажете, да нет там в этих храмах старших. Это заблуждение. Люди, которые служат Богу, имеют свои испытания. Это факт. Сейчас, так как у нас интернет полон информации, это очень хорошее слово. Для того, чтобы оценить, чем он полон. Потому что, если на улице лежат много-много разных предметов, допустим, можно сказать, это предметы лежат. Но если они сильно пахнут, это по-другому называется. Сильно и плохо пахнут, понимаете? Эти предметы. Вот этим полон сейчас интернет. И мы это все едим, понимаете? Это все отрицательные новости. Все там, не дай Бог, какой-нибудь монах там что-то не то сделал. Или старший какой-то духовный лидер. Сразу все пишут об этом. Да вы лучше напишите, что он хорошего сделал в своей жизни. Ведь столько добрых дел делают люди на земле, которые служат Богу. И столько очень добрых дел даже люди в нашей стране делают просто. Где вы это читаете сейчас или нет? Кто спас кому жизнь? Кто кому помог? Где это опишется? Нигде. Сейчас везде пишется только одно, что разрушает наше мышление. Мы теряем веру в старших, теряем веру в святыни, теряем веру в Бога. Понимаете? Просто потому, что вот это забаливается грязью все пространство, которое мы смотрим и изучаем. И наши герои стали бэтменами. Бэтменами, понимаете? И гутменами. Скажешь, Олег Геннадьевич, у вас неправильное произношение. У меня правильно произношение. У меня не кабельное телевидение, а кабельное. Не детектива, а дефективы. Для чего об этом мы говорим? Для того, что когда человек не знает, где чистота, он не получит знание. А без знания жить невозможно. Знание просветляет, приносит счастье, удачу в сердце, ставит человека на правильный путь. Представьте, знание, человек сохраняет себя, сохраняет свои отношения. Он преодолевает даже то препятствие, которое в его жизни было непреодолимым. С помощью знания это все. Знание идет от старших всегда. Но оно не идет от младших, а из газет, журналов. Невозможно узнать знание. Оно идет из мудрости. Спасибо. Спасибо.